В эфире Народная Славянская Радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Сегодня 11 сентября 2019 года. Среда. В виртуальной студии находятся Евгений Роденко и Светлана Лафинова. Тема сегодняшнего эфира – Ведическая школа Роскалани «В поисках Беловодия». В первой части Светлана рассказала о своей третьей новой книге, о продолжении героев Кира, Зары, Павелеса и Биланы. А сейчас у нас вторая часть живого эфира «Ответы на вопросы». Напомню, что вопросы принимаются на ресурсах Народного Славянского Радио. А именно сайт slavradio.org, сайт Народного Славянского Радио slavradio.org, чат-беседка. И канал в YouTube – youtube.com, slavradio.org. Светлана, тебе первый вопрос от «Солнце». Здравствуйте, Светлана. Что подразумевается в вашей книге под словом «беловодие»? Связано ли это как-то со славянскими сказаниями? Если связано, то с какими? И зачем понадобилось отправить ваших героев в «Беловодие»? Ну, «Беловодие»… Зачем? Я уже, по-моему, рассказывала. Зачем? Для того, чтобы их там научили вот этой вот новой практике стиганию телепортации. Для того, чтобы переправиться в результате чего? К «Черной башне», потому что другого пути, то есть у наших героев не было. Насколько связано, да, возможно, связано «Беловодие». То есть кто-то сравнивает вот это вот «Беловодие» с той же «Шамбала» ищут, никак не могут найти. Но это несколько другая, скажем, направленность. Там больше восточные, скажем, направления. Ну, а «Беловодие» – это ближе к славянству. Вот. Благодарю. Следующий вопрос задаёт Данил. Здравия ведущему и сказителю. Светлана, а как охраняется «Беловодие»? Благодарю за ответ. Ну, охраняется «Беловодие» вот именно в «Шаман-озере». То есть это «Шаман-озеро», оно пропитано всякими сказками, мифами, там, надуманными, либо нет. То, что местный народ или просто даже приезжие обходит его стороной. Это, во-первых, ну, я имею в виду как по сказке, так и, мне кажется, на самом деле стараются его не особо посещать. Хотя любопытных, я уверена, много. Вот. Ну, а по сказке, естественно, там идёт определённая защита, о чём я тоже рассказывала. И я не хочу просто сейчас рассказывать, кто именно защищает этот вот кристалл, который скрылся в водах «Шаман-озеро», то есть в глубине ила там, либо в глубинах просто вот. Но, естественно, защита там идёт, будь здоров, какая. То есть не каждого человека, и тем более там существо простого человека туда можно допустить. Это, во-первых. А во-вторых, не каждый человек, опять же, смог бы увидеть вот этот вот переход, который увидели наши ребята, расшифровали его, что он и есть переход, и смогли добраться до этого кристалла. Вот. То есть пройдя определённые какие-то эти, скажем так, мало того, им пришлось, не пришлось, а не смогли, скажем, какие-то вот пары между собой раскрыть или усилить вот это взаимоотношение парное, усилить. То есть, ну, Пятое озеро, скажем так, это не Пятое озеро, а Пятый элемент вот этого озёра, это, естественно, как любовь у меня шла. И, то есть, вот, найдя эту любовь, взаимоотношения друг между другом, они смогли увидеть вот этот, скажем, вот этот переход, и они смогли достигнуть глубин вот этого ила, либо озера, и достигнуть вот этого кристалла, что им дало открытие вот вверх туда, в Беловоде, по этому пути, по этому свету. И свет этот они на самом деле там обнаружили, о котором рассказывал славохотец, вот эту подсказку. И с ними было, да, там, скажем так, проведено, не проведено, а, ну, вошли с ними в контакт вот определённые там сущности, которые им давали подсказки там. Вот. Благодарю, Светлана. Следующий вопрос задаёт Солнце. Ну, кудесники в какой-то степени есть волшебники, то есть они как кудесники расшифровываются чудесники, то есть там чудеса, кудеса – это смысловая, скажем так, смысл один и тот же. Но магии нет, магии я сюда вообще не хочу никаким образом внедрять. Магии – это нечто другое. А вот волшебники, кудесники, почему бы не назвать учителей в школе кудесниками? Ну, мне кажется, по названию для учителей это более подходит, чем просто волшебники. Ну и опять же, волшебники и волшебство – это несколько другое. Это связано именно с каким-то волшебством, то, чего не существует. А кудесники обучают и раскрывают какие-то способности, те, которыми владели, скажем, славяне какие-то наши предки раньше. С помощью взаимодействия со теми же стихиями нашими. Просто люди умели когда-то с ними общаться, опять же, взаимодействовать в связи с чем, и раскрывали какие-то способности свои. Но волшебство всё-таки, конечно, я не знаю, насколько это, на мой взгляд, что-то среднее между теми же чудесами-кудесами и тем же магией, которую я не хочу никаким образом во все эти части внедрять. Хорошо. Ещё один вопрос задаёт Солнце. Светлана, применяете вы практики, которые описали в книгах своей жизни? Как они вам помогают? Я даже не знаю, насколько стоит ли повторяться мне в тех практиках, которые я совсем недавно рассказывала, в конце первой части эфира. Да, применяют, помогают. Главное увидеть эту практику, вернее, не увидеть, а провести какую-то, уметь параллель. То, что происходит с тобой, либо со мной, либо с кем, либо на его. И то, что практикуют, изучают, ну вот главные герои, то, что им дают кудесники. Благодарю. Вопрос от Татьяны. Светлана, правда ли, что события Махабхараты происходили в том числе и в Омской области? Я слышала, что эти озёра, которые вы упомянули, связаны с Хануманом, героем Рамаяны. Можете что-то об этом рассказать? Нет, я с этим не знакома, я не могу с этим ничего об этом, по этому поводу рассказать. Следующий вопрос задаёт Владимир Калинин. Кристалл Агарта? Ну, возможно, это тот самый кристалл, которым искали мои герои, о котором рассказывал Слово-Хотец. Наверное, он это имел в виду. Ну, а что я ещё могу рассказать? То есть, то, что я о чем владела, какой информацией, я уже поделилась в первой части эфира. То есть, ну, в данный момент с ними, с моими героями делился этой информацией один из кудесников. Вот он им рассказывал про этот кристалл. Благодарю. Вопрос от Данила. Светлана, а в Беловоде это промежуточный мир? За ним следуют другие миры? Благодарю за ответ. Не могу ничего сказать по этому поводу. Для меня это просто вот один из миров, но, скажем так, может быть, с какими-то другими частотами энергетическими. Но то, что Беловодь это не один-единственный мир, это, я думаю, что да, он не один. Вопрос задаёт Медвед. Здравия, друзья. Вопрос. Мы слишком суетливы и безграмотны. Зачем искать портал в Беловоде? При жизни никогда не попадёт туда смертный, ибо этот портал безмолекулярный, только сознательный. Возможно и так, но почему нельзя туда попасть сознанием? Я считаю, можно развить своё сознание до такой степени, что, пожалуйста, попасть в тот же молекулярный состав или в какое-то энергетическое поле или что-то. Опять же, те же книжки, которые я пишу, я не хочу сказать, что я их физически пишу, а приходит та информация, которая просто приходит в сознание, которую я описываю. Те же сны, которые я описываю в сказках, и это не единственное, скажем, произведение, где у меня вот интересные сны раскрывались. Одна у меня сказка там написана, там, по-моему, 4 или 5 снов раскрывается. Опять же, это с помощью сознания. И почему с помощью сознания нельзя попасть в какой-то другой мир? Это вполне, я считаю, реально, тем более в данное время, вот, где сейчас много даётся информация, раскрывается и по телевидению, и можно найти в интернете в том же. И сейчас очень много, опять же, пишется этой информации в книгах, да везде, где угодно. Даётся куча всяких практик, не обязательно тех, которые описываю я, за которые хватаюсь я, которые мне нравятся, вот, а куча и других. И почему бы нет? То бишь, телом туда можно и не попадать? Не обязательно. Только с сознанием, да? С сознанием. Но в моей сказке, почему я не могу, опять же, и телом оконуть своих туда, скажем, героев, чтобы приобрести что-то новое? Хорошо. Вопрос задаёт Солнце. Светлана, а что такое сигание? Я помню, мой дед, курский соловей, говорил так, на нашу взбалмошную корову Зорьку. А она как сиганёт? Благодарю. Ну, сиганёт, значит, прыгнет, я так понимаю. Прыгнет, значит, переместится с одного места на другое. Ну, вот почему бы с сиганем не быть перемещением с одного места пространства на другое? Только в данный момент это намного глубже и намного дальше. И не просто, скажем так, с места на место можно переместиться, а можно переместиться во временные какие-то рамки в другие. То есть сигань – это, да, перемещение с одного места на другое, то есть та же самая телепортация. Только в славянской, скажем так, в славянском понимании. То есть ты думаешь, что ещё и даже временные рамки задевает? А почему бы нет? Пусть задевает и временные рамки. Пускай, конечно, я не против. Да, вот и да. Чем дальше и чем разносторонней, тем интереснее. Согласен. Следующий вопрос Максим Архипов. Здравия всем. Здравия Евгении и Светлана. В вашем цикле книг главные герои проходят обучение в Нави, заснув в мире Яви. А возможный обратный процесс – заснув в Нави, материализоваться в Яви. Интересно будет жителям школы Роскалани пройти обучение, например, в советской школе. Возможно попасть в будущее Ведической Руси, путешествуя в Навь во сне. Ну, кстати говоря, они обучаются не в Нави. Во второй части книжки было рассказано, что это один из уровней прави. Наш герой попадает с помощью сна, телепортируется таким образом на один из уровней прави. Но никак не Нави. Навь тут описывает совсем другим. То есть это не светлая Навь, а правь уже. Да, это один из уровней прави, мне просто описано. То есть как Навь многоуровневая, так и правь многоуровневая. Но опять же там же описывается, что Зар, он есть как раз житель вот этой вот прави. То есть он является сыном вот этого босса Белаяра, который основал непосредственно вот эту Ведическую школу, вот, и которые там вот они живут, существуют. То есть так как наша в Яве во сне проявляется в праве на обучение, так как также там и Зар, это в третьей чести будет опять же обговорено, засыпая у себя вот в Ведической школе, вот в этом Тереме. Он проявляется здесь в Яве и проходит определённое обучение здесь вот, ну, среди сверстников своих. Ну, опять же, в определённом месте. То есть вот так вот. То есть обратный процесс возможен? Да. Ну, у меня да. Хорошо. Вопрос задаёт Игорь Игорь. Здравия, Светлана. Навыки героев Ваших книг в настоящей жизни могут быть воплощены. И есть ли в Ваших книгах указания на древние практики? Ну, естественно, есть. Как во второй части, там практики характерников, практики, техники там даются. Причём те техники, которые даются, я не знаю, как они ко мне пришли. Вот, что-то, естественно, я могу признаться, я подсмотрела в нашем любимом интернете. Но какие практики, каким образом они проходили, этого я не знаю, где я взяла, но тем не менее, да, там они даются. Во второй части вот характерники, в третьей части практики Гарнаши, где они взаимодействуют со стихиями, раскрывают какие-то свои способности новые. Вот. Ну и то, что вот мне помогло, скажем, в моей личной жизни. Благодарю. Следующий вопрос задаёт Ас Асасын. Правда ли, что фантасты – масоны 33, типа Пушкина? Не знаю, не могу сравнить, не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Следующая реплика – Максим Архипов. Отзыв из прочтения Ведической школы Роскалани «Сон наяву». Читается очень легко, захватывающий сюжет. Мне кажется, будет очень интересно для людей, начинающих изучать славянство. Мне кажется, это будет много интересного даже не то, чтобы для людей, начинающих славянство изучать, а также для детей, опять же, подростков, которых не заставишь читать какие-то взрослые умные книги на ту же тематику славянства. Также не заставишь смотреть какие-то умные вот эти эзотерические сериалы, не сериалы, а как вот эти вот передачи, которые тоже, ну, и раз сложно воспринимаются, скажем так, подростковым умом, либо там детским даже умом. А здесь в сочетании информации, в сочетании с приключениями, мне кажется, очень даже, не знаю, не мне судить, но я думаю, что что-то получилось. Благодарю. Вопрос задает Евгений Ковалев. Во сне попасть в Беловодье можно? Что представить перед сном? Куда стремиться? Ну, я в крайнем случае не попадала, я много где была во сне, в Беловодье я не была. Может быть, у кого-то и получалось, может быть, кто-то об этом тоже когда-либо расскажет, и мы об этом узнаем. Но мне кажется, при желании можно попасть и в Беловодье, как уже был, вот озвучен был вопрос, там что-то на тонком сознании, на тонком уровне в виде сознания. Вот, но если на тонком уровне в виде сознания, то почему так же не попасть? Главное задаться целью определённой. Благодарю, Светлана. Все вопросы я задал. Пожелай что-нибудь доброе и светлое нашим радиослушателям и зрителям. Пожелать я хочу в первую очередь даже не то, чтобы пожелать, а поблагодарить всех радиослушателей, которые принимали участие, вот, следили вместе со мной за приключениями моих героев, и даже некоторые нас связаны с техниками. И по второй, вот, в третьей принимали участие. Вот, поблагодарите организаторов вот этого радио славянского, что мне предложили здесь попринимать также участие. Вот, ну и, конечно же, быть всем добро, в ТВ, избегать острых улов, ну, я не знаю. Благодарю, Светлана, за добрые пожелания. Я тоже тебе хочу пожелать, чтобы твое творчество не заканчивалось на третьей книге, и ты радовала нас своими новыми книгами. Спасибо большое. Спасибо, Евгений. А нашим слушателям я хочу пожелать, чтобы они развивали в себе творческие таланты. Пойте, рисуйте, пишите. Но если вы пишете, пишите свою книгу. Если рисуете, рисуйте свой рисунок. Если поете, пойте свою песню. Развивайте себе творца. На Сим я с вами прощаюсь. Сегодня было 11 сентября 2019 года, среда. Тема сегодняшнего эфира – Ведическая школа Роскалания в поисках Беловодья. В виртуальной студии был Евгений Роденко и Светлана Алафинова. Берегите себя и своих близких. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.